Продолжение следует... Мы успели увидеть это все от технической части до костюмов, покрытая тайной историей. Школьники очень ответственно подошли к подготовке праздника. Все свободное время от учебы они потратили на поиск необходимых костюмов, интересных идей и, конечно, на репетиции. Подготовка проходила несколькими путями. Идеи у нас были и свои. Некоторые мы взаимодействовали у других ребят, которые, вы знаете, профессиональные КВН. Вот, репетиции были очень долгие, то есть каждый старался как только мог. А у Владислава Сысоева, как и у многих его одноклассников, не раз смотревшись телевизионную передачу, в которой выступают участники клуба «Веселых и находчивых», есть свои кумиры. У них и стоит учиться, считает Влад. Ну, Харламов прикольный парень, почему нет? Батруха нормально пойдет. Что еще? Ну, в принципе, эти двое. Вот у них как раз-таки дуэт. Хорошие парни, вдохновение у них берут. Сценки креативно все делают. Сюрпризом для всех стало участие старших наставников, учителей, которые своими юмористическими сценками рассмешили весь зал, а их костюмы произвели фурор. Сам формат КВН позволяет раскрыться и нам, и показать себя период учениками, наверное, с неожиданно немного стороны, что мы не только в роли учителей, строгих наставников можем уступать, источников знаний, но еще и веселиться умеем. С песнями, танцами и шутками время пролетело незаметно. Все конкурсы остались позади, но приятные сюрпризы на этом не закончились. Директор школы Ольга Семенова подготовила свой музыкальный подарок. Но по итогам всех конкурсов самой веселой и находчивой стала команда учителей.